Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях Елена Спектр и Игорь Гусев, актёры-дрессировщики смешанной группы животных. Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день! Сегодня вы у нас не одни. Кто с вами? Расскажите. С нами к вам в студию пришли собачки породы немецкий боксёр. Они исполняют в нашем спектакле роль футболистов. Когда мы узнали, что в нашей стране будет проходить чемпионат мира по футболу, мы решили подготовить номер футбол. И в роли футболистов наши четвероногие друзья, наши партнёры. Собачки немецкие боксёры и фокстерьеры. Вот в данный момент перед вами князь и барон. Расскажите, сколько им лет, как давно они в вашей труппе? Им по шесть лет. Они братья. И они у нас с двух месяцев от рождения. И вот уже почти шесть лет они с нами. Пять лет и десять месяцев. В чём особенность дрессировки собак, животных? Самое главное найти психологию и понять, что они хотят и что могут делать, а что нет. И от этого отталкиваться. И самое главное всё переводить в игру. Всё через игру и через доброе слово. Но они играют в футбол. Вот как к этому приходили, как их дрессировали для этого? Мы давали им мячики. Сначала обычные, потом футбольные. А в конечном итоге нашли воздушные шарики в виде футбольных мячей. И начали играть. И получился футбол с настоящими воротами, с настоящими вратарями и с арбитром. У вас ведь не две собаки, у вас их чуть больше. Вот расскажите о своей полноценной труппе. У нас пять немецких боксёров и четыре фукстерьера, которые также играют в футбол. Расскажите, как всё это придумывалось, как всё это проходит и только ли в футбол они могут? Нет, конечно же, идёт разминка перед игрой, а потом идёт в сам футбол. А пришли мы к этому, я просматривал старые архивы цирковых номеров, где-то 50-60-х годов. И увидел старый номер дрессура собак, Ольховиковой. И там был футбол. И так как это был старый забытый жанр в дрессуре, мы решили его восстановить. И как раз это получилось перед чемпионатом мира в России 2018 года. Мы подготовили прям точно к чемпионату мира, и у нас был собачий свой футбол, турнир. Ну вот расскажите, помимо собак, есть ли ещё животные под вашим руководством? В нашем номере обезьянки. Одна из обезьянок это человекообразная обезьянка Гиббон. Зовут его Гоша. Он тоже у нас с Урала, так же как и наши собачки. Достаточно уникальная обезьянка, которая исполняет как акробатические, так и гимнастические трюки. И ещё есть такие трюки, которые потешают маленькую публику. Например, он там бегает с горшком, перепрыгивает через барьерчики, не хочет отдавать этот горшок. И деткам очень смешно. А в конце номера он даже, когда летает как гимнаст на трапеции, с него снимаются штанишки. Он сам это делает. И он остаётся в памперсе. И, конечно, зрелище такое. Деток это очень потешает. И гимнастические, акробатические трюки, кульбиты, стойки и вращение на шесте солнышко, как гимнаст немов. Даже так. Как сложно было с дрессировкой обезьяны? Каждому животному нужен свой психологический подход. И нужно увидеть, что животному нравится, что не нравится. На какую комбинацию или трюк тот или иной он хочет идти, на какой нет. То есть это достаточно долгий процесс. Очень долгий. И самое главное, чтобы животному это было в радость. Мы стараемся готовить своих животных так, чтобы всё проходило в игре. Вот. Буквально всё. Правда. Чтобы всё проходило в игре. Мы увидели в одном из сюжетов по телевизору, где гиббон крутил самостоятельно. Он дикий гиббон крутил на дереве солнышки. Если он в природе делает, мы решили попробовать. И буквально на вторую, на третью репетицию ему стал очень нравиться. Он стал делать эти солнышки. Это природа. В основном все трюки взяты из природы. И то, что они делают в природе, мы просто-напросто усовершенствуем и закрепляем их. Помимо гиббона и собак есть кто-то ещё у вас? Шотландские фони. А вот про это немножко расскажите. В нашем номере ещё участвуют шотландские фони. А на них собачки фокстерьеры. Наездники собачки. То есть пролазит под живот и обратно. И в этот момент пони двигается по манежу, по кругу. И потом, стоя на пони, пони делает свечку. А он сверху, как джигит-наездник, держится в седле. И пони поворачивается, делает фируэт. Вот. То есть вот такую вот комбинацию выучил. А насколько сложно комбинировать животных между собой? То есть чтобы пони не боялась обезьянок и, соответственно, наоборот. Нужно время привыкания тоже. Знакомить их сначала. Вы знаете, у них настолько завязалась дружба. И вот они, когда просто оставляем их наедине, и игра у них получается, то они настолько... Вот собаки вылизывают пони. Да, они как за своих их принимают. Играются с ними, как в салочки, что ли, двух за другом бегают. И получается такая игра, но это отдых для них. Немножко вот поиграть, повеселиться. И также обезьяны тоже у них определенные идут отношения, дружбы и доверия. После нашей тренировки мы выпускаем собак в манеж. Играть с разными игрушками. И также пони могут выйти с ними на манеж и тоже играть. И пинают также мячик. А еще у них любимые игрушки, вот вы не поверите, пластмассовые бутылочки из-под кока-колы, минеральной воды. Их очень забавляет вот этот вот хруст. Когда они хрустят бутылочкой пластмассовой, вот, их забавляет этот хруст. И бутылочка просто становится, как компост, как будто она прошла. Как придумываете номера, которые потом реализуете? Откуда все это? Ну, во-первых, мы смотрим очень много видео. Стараемся в свою работу добавить то, чего давно не было. Вот, например, футбола давно не было, да? И вот Игорь решил, вот он вам уже рассказал, сделать такой номер. То есть ищем такие моменты. Иногда даже, знаете, наши животные предлагают нам сами. Вот, правда, наши животные предлагают нам какие бы то ни было трюки. Вот, как Игорь вам сказал, что обезьянке нравится, да, они по деревьям, они делают, вот, солнышки. Да, мы взяли шест, и ему это доставило удовольствие. Он прыгал с барьера на шест, мы его подкручивали, и ему нравится. И через весь манеж мы его крутим так. Также летать ему нравится, потому что в природе он летает. То есть мы смотрим на особенности животных, на их возможности. Вот, и тем самым проговариваем дома, что бы можно было бы попробовать. А так как мы семья, естественно, мы супруги, и у нас дома, и с нашими детьми мы обсуждаем нашу работу. Да, превзносим какие-то коррективы, какие-то пожелания, пробуем, где-то даже музыку меняем, костюмы придумываем, какие-то трюки с животным. И если это получается, то у нас мы превзносим их в нашу работу, добавляем. А можете продемонстрировать какой-то фрагмент вашей программы? Да, конечно, мы можем показать маленький фрагмент футбола. Ворот у нас не будет, мы голы не будем забивать. А как собачки играют, как они владеют мячиком, мы вам покажем. Такой вопрос, вот, наверное, общий. Почему все-таки решили стать дрессировщиками? Ну, так сложилась судьба. Мы работали до определенного момента акробатами, жонглерами. И пришел момент, когда мы переквалифицировались и стали артистами дрессировщиков. Сложнее, легче. Почему? Ответственности, наверное, больше. Больше ответственности и больше времени уходит на занятия с нашими четвероногими партнерами, друзьями. Очень большое время с ними проводим. Когда животные маленькие, зачастую они живут у нас дома, прям до определенного момента, до определенного возраста. Во-первых, у нас с ними происходит знакомство, привыкание друг к другу. Мы смотрим на их повадки, на их здоровье, на их интерес. И животные с нами живут, и в этом нам очень помогают наши дети. У нас два сына, Ниша и Илюша. Старший сын у нас уже артист, акробат. Он решил пойти по своему пути. Он акробат у нас. А младший сын, он ездит с нами в данный момент и помогает нам. В девятом классе учится. Да, в девятом классе учится, меняет школы. Тем самым ему никак это не мешает, а наоборот, кругозор проширяется. И ему тоже очень интересно. С животными он нам очень помогает. И даже иногда что-то подсказывает. Вы знаете, как говорится, с устами младенца гласит истина. Вот так вот у нас сын такой младший помогает. Так много животных дома, сын. Как все успевать? Ну, вы знаете, кто рано встает, тому Бог дает. Да, соответственно, приходится рано вставать. Сына собираем в школу, отправляем. И занимаемся нашими животными. Ну, у нас есть ребята-ассистенты. Да, в нашей семье все по расписанию. И спасибо большое нашим ассистентам, которые нам очень помогают в этом. И по уходу за животными, и с кормлением, и с выгулом. Так что, ну, забота у нас у всех. Потому что, как говорится, мы приручили четвероногих друзей, и мы за них в полном ответе. Животных у вас много. Животные у вас самые разные. Наверняка есть много интересных каких-то, запоминающихся историй. Может быть, смешных. Может, о каких-то расскажете. Ехали с гиппоном, была газель большая. И он рядом со мной был в клетке. Я уснул. Просыпаюсь и смотрю, у него пациентка какая-то в клетке. Я сначала не понял, что это. Думал, сон мне снится. Пригляделся, а у него мобильный телефон. И он сидит уже в моем мобильном телефоне. Присмотрелся еще, а у него кошелек мой. Я точно помню, что он у меня лежал в кармане, причем застегнутый. Вот он, как истинный щипач, вытащил у меня телефон. Разобрал его практически полностью. И вытащил деньги. Потом пришлось и склеивать, и сдавать в банк. А еще была такая история, когда у нас Гоша был совсем маленький. Когда его только привезли, он жил с нами дома. И ему поставили такой небольшой вольер. Вот. И мы никак не могли подумать, что он этот вольер откроет. И мы ушли в цирк на репетицию. Утром его покормили, умыли, все подмыли. И оставили его дома в вольере. Дома никого на этот момент не было. И к нам зашла горничная убираться. И наш Гоша решил с ней поиграть в прятки. Да. Он открыл клетку. Вышел. Вышел. И она моет пол. И вдруг у нас кто-то ее сзади по спине. Ручки-то длинные достаточно у него. Он как раз ее по спине. Она поворачивается, никого нет. И у нас еще в доме жила собачка Бармалей. Это наша с Игорем первая собачка. Домашняя. Скотч-терьер породы. Ну, она смотрит. Говорит, вроде кто-то тук-тук-тук пробежал. Смотрит, собачка лежит на месте. Потому что с собачкой уже они знакомы были. Вот. Опять продолжает свою работу. Опять сзади кто-то ее по суку по спине. Она поворачивается, а там обезьяна. Ну, вы представляете ситуацию, да? Горничная заходит в номер убираться. И тут ее, да. На себя обращает внимание обезьянка. Конечно, она с ужасом, с криками выбежала из номера. Ну, все обошлось хорошо. Да, все замечательно. Сейчас вы перечислили несколько номеров. Я так понимаю, что со всеми этими номерами рязанские зрители могут увидеть вас в цирке, в программе, которая сейчас идет. Правильно? Да. Конечно же. Мы приглашаем всех зрителей посмотреть нашу программу. Помимо нашего номера еще очень много уникальных животных. Гималайские медведи, бурые медведи, собачки породы, пузель. И, конечно, легендарное конное шоу. Легенда о любви. Горская легенда. Горская легенда о любви. Горская легенда о любви. Да, и мы приглашаем всех зрителей, потому что цирк – это семейный праздник. И приглашаем всех посмотреть наш спектакль, нашу программу. Елена, Игорь, спасибо, что стали сегодня нашими гостями, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова